14-й год мы находились в Дмитровке, 5 августа. Украинская техника вышла туда через Никишин, они прорвались через Шахтерский, они вышли и отрезали. Опять же наш батальон был Семеновский отрезан, Дмитровка была отрезана, в районе Жрубное, они вышли в район Жрубное, по-моему, поселок Жрубное между Дмитровкой и Снежным. И отрезали дорогу, дорогу, граница Снежная, будем так говорить. В этом районе, в поселке Жрубное, там погибла группа ВГТРК, там погибло 6 человек наш, там погиб Ящур, Грек, Маринка Багира, они везли на продукты питания, сигареты на Дмитровку со Снежного батальон и как раз попали под стрел, погибли. Там попали люди уже моего подразделения, они не прорвались обратно по дороге Снежного, стрелок там белый. Глухой принесли, принял бой и пропал. Потом в оконцовке, как выяснилось, мы уже с Сашкой ездили, заехали с местными жителями, нашли местных жителей. Он оставил местным жителям записку, они его переодели, спрятали, отмыли, но он обратно сказал, отдайте мою одежду, отдайте оружие и пытался пробиться к нам, Дмитровку сообщить. Но будучи раненым, он вышел уже через границу, он попал в Россию, там его подобрали, вылечили и он уже не пришел. Но слава Богу то, что он оказался жив. Но суть-то не в этом, я хотел рассказать о другом. Суть в том, что нас тогда отрезали, дорога была перерезана и никто в принципе не знал место расположения украинской на технике. Начали ходить, я ходил и с Александром мы начали ходить, узнавать у людей Латышева поселок, Подмитровка, где, как могут оказаться укроповские войска технику, где можно было спрятать технику. И в окон сроке решили сходить, будем так говорить, пробрались окольными путями, выяснили, что в поселке за Рубном, за кладбищем есть и котлован, рукотворный котлован, какой обычно сооружают в колхозах для накопления воды, для полива воды. У котлован уложен бетонными плитами, к нему съезд один. В этом котловане находилось три танка укроповских, потом два танка стояли за кладбищем. И вдоль посадки находились беттеры, танк и другая техника вооруженных сил Украины. Опять же с носом по навигации как-то определились мы, созвонились, об этом знают даже и нынешнее командование. И прошлое тогда, генерал Шиненков знает об этом, потому что по его команде наносили удар. Артиллерия, эта артиллерия нанесла удар по этим координатам где-то 9 или 10 августа. И уже 11 числа дорога была открыта. Мы когда ездили по этой дороге, уже сами видели лично подбитые эти танки перед кладбищем эти два танковка. Котловане на поле танк с оторванной башней. Где-то у нас даже есть фотографии, съемки этого. Опять также не отмечены люди. По этому поводу люди не отмечены. Хотя многие знают. Я вам скажу так, я был замкомандиром животных. Животным был наш Юра Бойко. Чем-то похож на Дзержинского. Отличный командир, отличный человек. Не то, что разведкой. Как-то, понимаете, не хотелось посылать людей на смерть. Будем так говорить. И приходилось брать на себя. Да, нас нас. Нас жарили за это командование. Жарили очень сильно за то, что ходили сами. Да. И Бойко ходил, увязывался с нами. И уже как-то мы решали, что нельзя оставлять подразделение без командования. Но приходилось, да, зачастую ходить самим. Да. Ну, разведкой, да, занимался у нас подразделением. Вот. У меня был такой Носов. И у нас был еще Турок. Швятогор. То были такие люди. Тайга. Которым, ну, хлеба не дай, но сходить где-то пошельстить по укроповским талам. Такое, где-то что-то. Да. Ну, занимались у нас этим люди. Такие, да. Вот. Ну, приходилось иногда и самому ходить. Также Латышев мы ходили. Тоже Латышев было занято. Тоже координаты приносили неплохие. На таку тоже был нанесен удар. Вступили с боевых столкновений. Были нанесены повреждения, будем так говорить, войсовушникам. Ну, вот когда защищали Мариновку, Степановку, как вообще украинская армия себя вела по отношению к мирному населению? Ну, к обычному городу. Да, к мирному населению. Ну, как к мирному населению?